Привет! Это будет не самое веселое видео, но ты точно станешь мастером Piano Roll'а после него. Меня зовут Стас. Курс по клауду по 3 лупотребу в конце. Подробнее. Чтобы заказать, напиши мне ссылка в описании. Приступим. В первую очередь зайдем в Piano Roll. И что мы видим первым? Название ноток. Как их включить? Очень просто. View, Key Label, All Notes. По умолчанию включено Root Notes, переключите на All Notes, все у вас будет классно. Дальше можно поменять Keyboard Style. Я оставлю на Modern, но вы можете сделать вот так вот. Мне так не нравится. Следующий момент это Ghost Channels. Что это такое? А вот что это такое? Alt-V и мы их включили. Также мы можем нажать Ctrl-Alt-V и они станут редактируемыми. Это отстойно, поэтому я этим не пользуюсь. Просто мне не нравится, когда ты что-то тут дергаешь и можешь еще потрогать случайно какую-то клавишу, которая не касается данного инструмента. Далее. Важный момент. Что такое Scale? И зачем его хайлайтить? Очень просто. Вот у нас сейчас выбрана тональность Fa-Dies-Minor. Мы можем пойти в новый паттерн. Для этого нажимаем плюсик на нам клавиатуре. Выбираем Scale Highlighting. Выбираем Automatic. И что мы же видим? Что же мы видим? Мы видим, что у нас пропала вся подсветка, но мы можем сделать вот так вот и она появляется. То есть эта FL-ка вам помогает автоматически, подсказывает вам, какой у вас лад, какой Scale и какие нотки плюс-минус в него ходят. То есть какие нотки будут сочетаться вот с той ерундой, которую вы тут нагородили. Но я этим не пользуюсь. Я предпочитаю использовать традиционные, обычные скейлы. То есть либо Prigian Scale, который типа лад метро-бумена. Ну, как бы не он его придумал, просто он его использует. И Minor Natural, то есть Aeolian, то есть натуральный минор. Я и чаще всего использую его. Что это такое? То есть вот мы ставим аккорд через одну, через одну, пропускаем одну нотку, пропускаем вторую нотку. И получили аккорд FA-диез минор. FA-диез минор это главный аккорд скейла FA-диез минор. Scale это лад. То есть вот простая логика. Мы построили аккорды. В каждом аккорде мы использовали простое трезвучие, то есть простые три нотки, пропуская одну подсвеченную нотку. И таким образом получили все аккорды, которые входят в скейл FA-диез минор. Также к ним можно устроить мелодии, которые на нотках, которые входят в этот скейл. Но опять же, это не панацея. И слушать лучше ушами мелодию, а не сидеть, как я, без наушников. Помимо того, что это FA-диез минор, это еще соль-бемоль-минор. Вот так вот. Понимаете, как хотите. Следующая интересная фигня это вкладка с аккордами. То есть вы можете выбрать тут аккорд. Для чего это удобно? Если вдруг вы решите погуглить интересные, красивые последовательности аккордов для ваших грустных песен. Грубо говоря, вам не обязательно натыкивать их мышкой, а можете просто выбрать по названиям. То есть АМ, ДМ, Е. И вы такие О. АМ это А минор. Вот он, А минор. ДМ это Р минор. Вот он, Р минор. А Е это мажор, потому что буквы М маленькой нету. И вот он, мажор. Вот. Вот это последовательность аккорда. Идеально. Следующая мега важная вещь, которую вы обязаны знать, это если вы зажмете Ctrl и проведете левую кнопку мышки, то сможете что-нибудь выделить. А если вы зажмете Ctrl-Shift, то сможете выделить несколько звуков рандомных подряд. Это очень удобно. То есть Ctrl-Shift и левая кнопка мышки. Вот так вот. Также можете с Ctrl и правой кнопкой мышки вот так вот делать масштаб. Далее. Можете нажать Ctrl-L. И это будет легато. Только последний аккорд вам придется продлить руками. Что же вы можете сделать еще? Shift-D. Shift-D. И таким образом вы сократите все ноты до минимальной величины. Чувствуете свое мастерство, да? Чувствуете мастерство? Вы уже близко. Но это еще не все. Если вы нажмете Alt-L, то с помощью Multiply вы сможете сделать легато, но легато наполовину. Я знаю, что так нельзя говорить, но мне плевать. Что мы еще можем сделать? Зажать Ctrl, нажать стрелочку вверх и отправить все на октаву вверх. Зажать Shift, нажать стрелочку вверх и отправить все на полтона вверх. И точно так же можем сделать с отдельными выделенными нотками. Например, выделим вот это, вот это и сделаем Ctrl вверх. И таким образом отправим только эти нотки на октаву вверх. Также, что еще мы можем сделать? Мы можем все это выделить и с зажатым Shift перетащить. Либо мы можем выделить вообще все или ничего не выделять и нажать Ctrl-B. И вы создадите полную копию того, что у вас есть в левой части пиано ролла. Оно отправится в следующие четыре так. Далее, мое любимое. Жмем Alt-S. И что мы делаем? Это Strummise. То есть штука, которая делает вот так вот. Крутим на максимум. Ток, видите, оно выходит за границы. И поэтому вам нужно либо это подровнять с помощью крутилки Time в режиме End. Либо после этого подровнять это автоматически. Вот это регулирует время. И это регулирует velocity. То есть громкость. Вот так вот самые низкие ноты, самые тихие. Вот так вот наоборот. И заметьте, что Strummise действует только на аккорды. То есть вот эти нотки остаются незадействуемыми никак. То есть мы крутим как угодно тайм, они остаются на месте. И их velocity точно так же остается на месте. Следующий важный момент. Если вы хотите все вместе это сделать погромче или потише, можно все это выделить. Зажать Alt и покрутить колесо мышки. И меняется общий velocity. И еще один важный момент. Если мы нажмем Alt-R, то это Randomize. И тут мы можем сделать очеловечивание, гуманизацию мелодии. То есть менять ее velocity, панораму и вообще все, что угодно. В случае инструментов я крайне не рекомендую вам делать настройку панорамы. А в случае с ударными можно, например, с хай-хетами. Еще один момент. Если мы включим биполяр, и на примере панорамы это прекрасно видно, то мы поворачиваем ручку. И видите, поворачиваем ее в минус. А изменяется панорама и влево, и вправо. Но если мы отключим биполяр, то она изменяется только в одну сторону. То есть с velocity та же байда. Если вы с отключенным биполяр поворачиваете вниз, то на случайную единицу каждый звук будет становиться тише. А с включенным биполяр он будет становиться либо тише, либо громче. При условии, что вы поворачиваете в минус эту ручку. Тут можно поменять паттерн. Жмем Accept. Отлично. Но что делать, если у вас вдруг разница между самым тихим и самым громким звуком слишком большая? Да очень просто. Жмете Alt-X и настраиваете два параметра. Нам нужны Multiply и Offset. Multiply как раз регулирует разницу между самым тихим и самым громким звуком. То есть Multiply на максимум, значит эта разница максимально большая. Но вы видите, что все уперлось в максимум. Значит нам нужно общую громкость убавить с помощью Offset. Вот так вот мы делаем. Вот так убавляем. И видите, что максимальная разница между тихим и звуком выросла. Это все замечательно. Но что нам еще мы можем сделать? Давайте возьмем эту мелодию. Нажмем Ctrl-A, Ctrl-C. Нажмем минусик на нам клавиатуре. Уберем вот эти нотки. Нажмем Ctrl-V. Вставим ее в соседний паттерн, в котором есть наши ударные. Я хочу заняться редактированием ударных. Конкретно я хочу заняться редактированием хай-хетов. Например, я вот точно знаю, что вот эти Ghost Channels это хай-хеты. Я правой кнопкой два раза по ним кликаю. И попадаю в редактирование этих самых хай-хетов. Что мы с ними можем сделать? Совершенно то же самое. Например, поработаем с их Philosophy. Выделяем вот эти два звука. И можем сделать плавное нарастание громкости. Зажимаем правой кнопкой мышки и тянем вверх. Или плавное спадание громкости. Зажимаем и правой кнопкой мышки тянем вниз. И точно так же с зажатым Alt колесом мышки можем редактировать общую громкость. И это все касается в том числе и панорамы. Заходим в панораму, можем их выделить и сделать вот слева к центру или справа к центру. Или от центра направо будет идти звук, как угодно. Ко всему прочему мы еще можем зажать Shift и нажать стрелку вправо. И таким образом мы подвинем на один шаг вправо. Можем зажать Alt и нажать вправо и подвинем их на минимальное значение. А как вернуть эти параметры, измененные параметры, в свое дефолтное значение? Выделяем, зажимаем Alt, левую кнопку мышки проводим и все. Давайте поговорим, еще одна интересная штука есть. Ctrl-C в следующий паттерн, в пустой паттерн. И заходим уже в Cut-Off Frequency. Что мы можем сделать здесь? Можем сделать вот так вот. Это актуально для сэмплов, то есть мы отрезаем ему высокие частоты. Можем зайти в резонанс и резонанс наоборот поднять резко. И делать такое изменение со звуком. И с Fine Pitch мы можем сделать, соответственно, то же самое. Вот такие маленькие настройки. Соответственно, с Alt и левой кнопкой мышки все возвращается на свои исходные законные позиции. Я не знаю, понадобится ли вам вот эта работа с Cut-Off и резонансом, но в некоторых случаях, например, для игры с 808 басом, вы можете это сделать. Кстати, для 808 баса актуальна еще одна важная вещь. Конечно же, я про слайд-ноты. То есть, что такое слайд-нота? Вот это обычная нота, но мы можем нажать, например, вот сюда и нажать вот сюда. Для удобства давайте перейдем в пустой паттерн. И вот так сделаем. То есть, слайд-нота это такая штука, которая вот за этот промежуток времени поднимает вот эту самую ноту на вот эту ноту на высоту. То есть, как только начинает действовать слайд-нота, то F-Sharp 4 превращается в A5 вот в этом месте. То есть, за этот промежуток времени она делает перетекание. То есть, можно поставить его как угодно и на любую высоту тона, и, соответственно, бас придет к этой ноте. Но это актуально только для WAV-сэмплов. То есть, если вы хотите на стороннем плагине сделать слайд-ноту с помощью слайд-нот, то у вас это не получится. Слайд-нота влияет не только на высоту тона, но и на панораму, и на громкость. То есть, мы можем сделать вот так вот. Выделяем их и жмем pan, тут лево, тут право, потом делаем еще одну и на центр. И слушаем. Или, например, сделать вот так. То есть, она доходит до этой ноты, за это время перемещается до конца направо, потом звучит справа вот до этого момента, потом, когда начинается вот эта нота, перемещается за вот этот промежуток времени налево, и потом, когда начинается третья слайд-нота, возвращается на центр, вместе с этим возвращается на ноту FA. Я понимаю, может, я сложновато объясняю, но все же. Также это влияет и на громкость. Например, мы убавляем громкость этого звука и получаем. Этот звук начинается с произведения. Громкость нулевая. Когда вступает вот эта слайд-нота, она действует на этот звук, и, соответственно, его нулевую громкость за вот этот промежуток времени приводит на стопроцентную громкость, и, соответственно, прибудет его направо, потом она налево, потом это вниз. И мы можем, например, этой слайд-ноте сделать громкость на минимум, и вот получим вот такую вот фигню. То есть, как угодно вы можете играться со слайд-нотами, и это очень классные инструменты, которые дал нам Piano Roll и Marge Line, прекрасная компания, сделавшая прекрасное FL Studio, которое мне так нравится. Это все, что я хотел вам рассказать. Внизу, внизу, в комментарии, в закрепленном будут тайм-коды для этого видео, чтобы вы могли что-то вспомнить, если вдруг вы все забыли через 5 минут. Ставьте лайк и напишите в комментариях, если вы хотите больше видеоуроков для таких более начинающих битмейкеров, потому что я понимаю, что приходит новая аудитория на канал. И напоминаю, видеокурс по клауду, по трилу, по трепу от А до Я. Каждая часть от А до Я к нему приложены. Все материалы из курса к нему приложен, видеокурс для начинающих. Короче, вся фигня. Он стоит 3290 рублей, подойдет, как я уже сказал, даже начинающему. Чтобы заказать, напишите мне, ссылка на меня в описании. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. С вами был Стас. Ставьте лайк, если урок понравился. Ставьте дизлайк, если не понравился. Напишите что-нибудь в комментариях, даже если вам просто надоело мое лицо, или вы хотите, чтобы я оставил или сбрил бороду. В любом случае, мне очень интересно читать. Я все комментарии читаю. Смотрите любые другие видео на этом канале. Например, вот это, вот это, любое. Эти видео не менее, а то и более интересные. Короче, пока! Субтитры сделал DimaTorzok